Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это небольшое видео о том, что такое усталость от войн в шестой циве. Введена новая механика в игру, казалось, что как-то сложно в ней разобраться, опять, когда разбираешься, всё становится очень просто, и возникают вопросы к Фераксис, почему им, например, вот тут вот в цивилопедии, вот не написать то же самое, что я сейчас буду вам говорить? Почему надо какие-то общие слова писать, чтобы человек не понял, что, как оно действует? Итак, смысл в том, что когда вы воюете, постепенно у вас накапливается усталость от войны, вот этот замечательный период, смотрите, довольство от усталости из-за войны. Ну, то есть, в данном случае несчастье, вот в Вашингтоне уже минус два, к счастью, типа прибавления, на самом деле, отнимания. И в некоторых случаях война очень сильно влияет на развитие Ваших городов. Много было вариантов вообще, откуда эта усталость берётся, и считалось, что там рядом с городом, если война идёт, и там на своей территории, и прочим-прочим. В общем, сейчас я Вам скажу. Очень простая формула, и зависит тут только от того, на какой территории Вы воюете, и теряете ли Вы юниты. Вот смотрите, значит, вначале высчитываются очки милитаризма, ну, то бишь, вармонгерство в данном случае. Базовое – это 16. К этим базовым 16 прибавляются очки в зависимости от эры. 8, 16, 24, 32. Я так понимаю, что эти очки на две эры относятся, потому что у нас 8 эр, то есть для античности и древних веков – 8, потом идёт средневековье и возрождение – 16, промышленная эра и новое время – 24, и эпоха атома, и информационная эра – 32. Но тут я не уверен, потому что в игре постоянно по-разному эры считаются, то есть то от промышленной эры начинается это считаться, то там от нового времени, для разных штук по-разному. Поэтому если у кого-то есть всё-таки пояснения, пожалуйста, в комментариях. Так вот, ну, на данном случае я нахожусь в информационной эре, будем поэтому считать по максимуму, то есть базовое – 16 плюс 32, значит, 48 очков милитаризма. И они начинают прибавляться к счётчику моему, причём он нигде тут не виден, естественно, в игре, вы догадаетесь сами, прибавляется с мультипликаторами. Значит, может быть умножены эти 48 на единицу, то бишь остаться те же самые 48, если битва произошла на своей земле. То есть если я воюю на своей земле, то просто 48 оставлю. Умножается на 2, если на чужой, либо на нейтральной, то есть даже на нейтральной территории умножается на 2. Значит, если я проведу битву, мы сейчас не говорим про убийство или потерю юнита, просто проведу битву на нейтральной территории, юниты останутся живы, то у меня в данном случае увеличится усталость, очки усталости от войны, это надо понимать, очки усталости от войны, 48 умножить на 2 на 96. Вот теперь переходим к потере юнита. Если я потеряю юнит, ещё вот к этим 48, к 96, ещё прибавляется 48, умноженное на 3. Потеря юнита это 48, базовые очки милитаризма умноженные на 3. Значит, 96, 136, что-то 144, да? Итого, за эту битву я получу 144 плюс 96, то бишь 240 очков, если я на чужой территории потерял юнит. Кроме того, есть ещё очки за запуск атомной бомбы. Только за запуск, не за убийство там атомной бомбы, именно запуск атомной бомбы к очкам, это очки милитаризма умноженные на 10. Запустив атомную бомбу, вы получите вот в последней эре 48 умноженное на 10, 480 очков. И вот за один ход все ваши битвы, за этот ход складываются вместе, эти очки милитаризма, и высчитывается, сколько вы получаете несчастья, несчастье, ну, в шестой цивилизме называется удобство, минус к удобствам из-за усталости от войны. Каждые 400 очков усталости от войны дают минус одно довольство. Вот я вам могу сказать, что я знаю, что у меня в данный момент 916 очков усталости от войны. Значит, у меня будет минус два довольства. Собственно, вот этот самый Вашингтон, где у меня минус два усталости от довольства. Как они распределяются? То есть тоже народ не очень понимал, почему в одних городах есть, других нету, в одних, в одном много там очков довольства, в другом вообще ничего нету. А очень просто оказалось. Сначала теряют удобство города, то есть несчастье теряют города самым большим населением. Вот вы можете посмотреть, что у меня самое большое население именно в Вашингтоне на данный момент. Вот 18 на втором месте. Так, это жилье, я говорю, вот население 18, на втором месте у меня тут Краков. Поэтому именно Вашингтон первым и теряет очки удобства. Минус одно довольство получает. Все очень просто. Начинают первыми терять города с максимальным населением. Дальше, вот следующий начнет терять Краков. Ну, как это высчитывается, опять же. Вот считайте 18 населения и минус 2 довольства от усталости. То есть уже 16. То есть следующим ходом и у Краков будет как бы считаться 16, и Вашингтон будет считаться 16. И если я еще, у меня там накопится 1200 усталости от войны, то рандомно распределит между этими двумя городами. Однако тут еще есть одна условность, нерандомно. Вначале будут терять довольство города, которые вы захватили той нации, с которой вы воюете. То есть, например, вот в данном случае, если бы, ну, я уже японца вынес, но вот если я воюю с японцем, и у меня есть захваченные его города, и они одинакового населения, например, с тем же Вашингтоном по 18, то они первые будут терять довольство. Потом теряют довольство, ну, просто оккупированные вами города, и, наконец, Ваши основные города, которые Вы основали. То есть, грубо говоря, если у двух городов одинаковое население, но первым идет население все равно. То есть даже если вот Ваш основной город с 18 населения, он будет первый терять довольство. А вот если одинаковое население, тогда вот вступают в ход вот эти правила, что сначала тот город, который у Вас, нации, с которыми Вы воюете, и, наконец, потом уже те, которые Вы основали города. Кроме того, каждый ход во время войны минус 50 очков к усталости от войны. То есть все равно во время войны у Вас типа отнимаются очки. Например, даже если Вы находитесь в войне, таким образом, если Вы не теряете юниты, и у Вас не происходят никакие битвы, то у Вас усталость от войны может снижаться. При заключении мира вообще минус 2000. Минус 2000. То есть, грубо говоря, если Вы заключаете мир с нацией, то у Вас должно... И у Вас были вот несчастные люди тут вот в данном случае в Вашингтоне минус 2, да? То при заключении войны на следующий ход вот эта усталость просто должна уйти, потому что минус 2000 это, считайте, 400 умноженное на 5. То есть это аж 5 довольства должно вернуться Вам. 5 довольства должно вернуться. Ну и когда Вы заключили мир, еще каждый ход без войны минус 200 очков каждый ход мира. Теперь важное пояснение. Это все идет в копилку не какого-то одного такого общего котла усталости от войны, а похоже для каждой нации отдельно. Причем не только для каждой нации, но еще и для каждого города-государства, с которым Вы воюете. Только с варварами не идет счетчик там, ну потому что Вы не можете им там объявить войну или замириться. Варвары, они есть варвары. То есть я воюю, например, с Англией, с Японией и с какой-нибудь Конго. И вот для каждой трех наций у меня отдельно идет счетчик усталости от войны. И отдельно на него действуют вот эти модификаторы там с каждым ходом. И, соответственно, Вы можете просто в три раза по-разному с этими нациями взаимодействовать. И с городами-государствами тоже. Города-государства тоже отдельно у них свой счетчик на это дело. Поэтому Вы можете и удивляться, что вот, мол, я там с одним заключил мир, а у меня не падает несчастье. Просто Вы с другим человеком воюете. Но самое главное, еще раз повторяю, это битвы между юнитами. То есть именно из-за битв Вы получаете усталость от войны. Вот сейчас я тут скинул на Лондон ядерную ракету, получил 480 несчастья. Причем самое интересное, захват города никак не влияет вообще. Онлайн-версия 2GIS подскажет, какие рестораны, бары и кафе появились за последние три месяца. Компания 2GIS оперативно обновляет свои карты, и Вы всегда в курсе актуальной информации. Скачивайте приложение под Вашу платформу абсолютно бесплатно с сайта 2GIS.ru. Или пользуйтесь онлайн-версией 2GIS, если быть точным. Несмотря на то, что вот, кстати, я Вам покажу пример, реально нигде нету в формуле влияния захвата города или его уничтожения. Например, вот есть у Вас поводы для войны. Кстати, это тоже еще один из модификаторов. Вот когда Вы объявляете священную войну, то каждая битва будет приносить с той нации, которой Вы объявили священную войну, на 50% меньше вот этих очков усталости. Тоже влияет, да? Или национализм тоже на 50% меньше. Мобилизация 75% усталости от войны. Но опять это вот дебильные русские переводы. Например, реконкисты. Нет усталости от войны при захвате ранее принадлежавших Вам городов. Но проблема в том, что нету вообще в принципе никакой усталости от войны при захвате городов, неважно чьих. И я думаю, что это говорится не про усталость от войны, а про милитаризм. Это разные вещи. Милитаризм это вот отношение с государствами. Вот этот вот ваш милитаризм, вот он. Так вот, я думаю, при реконкисте просто на милитаризм не влияет. Вот да, когда Вы захватываете чужие города, уничтожаете их, это вот для других компьютерных соперников, типа такое большое влияние на их отношение к Вам. Но на усталость от войны это никак не влияет. Усталость от войны это только битвы между юнитами. Еще раз повторю, юниты бьются на своей земле. Нету множителя. На чужой нейтральной умножается на 2. А если Вы еще при этом теряете юнит, то к этому прибавляется базовый модификатор, умноженный на 3. Потом вот эта вот вся цифра от этой битвы, на нее действует какой-то модификатор вот от условий объявления войны. Например, Вы там объявили священную войну за то, что он Ваши города обращал. Где он тут вообще? Штрафы за милитаризм снижены наполовину. До патчей была проблема со снижением милитаризма, со снижением усталости от войны. Была куча несчастья. Возможно, и после патчей она могла остаться. Имейте в виду, если у Вас не снижается усталость от войны, то явно надо грузить сейв. После сейва все приходит в норму. Но сами посудите. Вы заключаете мир и уже минус 2000. То есть у Вас как минимум 5 вот этих недовольных должно деться. Ну, по всем городам, естественно. 5 для всех городов. А потом еще каждый ход минус 200 очков. Опять же повторю, минус 200 очков не когда Вы вот в мире вообще со всеми. А минус 200 очков именно вот для счетчика усталости от войны вот с этой нацией, с которой Вы заключили мир. То есть все равно каждый ход у Вас по одному, не каждый ход, каждые два хода у Вас должно по одному сниматься усталость. Если он у Вас долго висит, а Вы в мир заключили точно в этом уверены, то есть уверены, что у Вас эта усталость была именно вот с этим соперником, то надо грузить сейв. То есть есть проблемы. Игра должна пересчитать. И этот счетчик для разных войн свой. Он не общий для Вашей нации. Он для всех войн разный счетчик. Но таким образом, то есть, грубо говоря, если я воюю с Японией, и у меня уже больше 400 очков усталости от войны, и воюю с Англией, тоже больше 400 очков усталости от войны, то я уже получаю двух недовольных. Возможно, в разных городах, возможно, в одном городе, если население тут позволяет. Но считается, опять же, по-разному. И для городов-государств, кстати, то же самое. Но если Вы воюете и не теряете юнитов вообще, точнее, не теряете, а даже битвы у Вас не происходят, то Вы никаких штрафов за войну получать не будете. Просто типа в войне находитесь, и все. Единственное, что Вы можете получить штраф за вот милитаризм типа в отношениях с компьютерными соперниками. Но в сетевой игре это ж пофигу, правильно? Всем пофигу, что Вы там в войне находитесь. Кроме того, опять получаются эти ядерные, термоядерные бомбы в этой игре слишком крутая имба. Потому что, ну да, запуск, Вы получаете, там, несчастье. Вот эта усталость от войны, умноженная на 10, многовато. Но если Вы этой атомной бомбой убьете кучу юнитов у соперника, особенно на своей территории, то есть для него на чужой, он вообще какие-то офигенные минусы к несчастью, к счастью получит. Прям там, ну, можно даже почитать, вот, предположим, последняя эра, да, 48. Он на чужой земле, то есть уже 96. И он теряет еще юнит, то есть, ну, ему уже доезжают 240, несчастье. А вот прикиньте, он даже приехал четырьмя танками на Вашу землю. 240 на 4, сколько, 960, да? Это уже, как минимум, два довольства. Просто на ровном месте. Это очень мало того, что Вы-то еще юниты потерял. Понятно, что усталость можно снижать вот карточками социальных политик. У нас их тут три. Во-первых, пропаганда и военное положение накапливается на 25% меньше усталости от войны, чем обычно. Причем, судя по всему, ну, мне это незаметно, но люди в интернете пишут, что эти карточки реально складываются. То есть, если их обе поставить, то будет на 50% меньше. Кроме того, если еще защита Родины, на Вашей территории бои Вам вообще усталости от войны не дают. То есть, если на Вас кто-то напал, и Вы не хотите получать минусы к счастью, то можно взять эту карточку. Особенно, ну, в последних эрах, по идее, это должно давать большие проблемы. Но пока… Ну, и, кстати, еще скажу, что вот эти все очки усталости, они никак не скалируются в зависимости от того, на какой Вы скорости играете. Они абсолютно одинаковые. Для сетевой, для эпической все одинаково. Вот именно по такой формуле считается. Пока выглядит так, что это не особо большие проблемы с этой усталостью от войны. То есть, если Вы побеждаете, не теряете юниты, то с этим вполне можно жить себе спокойно. Но если Вы теряете юниты, то, соответственно, Вы, наверное, и войну проиграете. Просто проиграете саму игру, скорее всего. Ну, в принципе, надо с этим как-то так разобраться. И вот я Вам рассказал, что и на что влияет. Грубо говоря, только битвы и при этом потеря юнита. Вот это максимум прям даст Вам. Причем на чужой территории. Если Вы нападаете и теряете юниты, у Вас начнутся несчастья в городах. Ну, и мир практически сразу должен снимать вот это недовольство. Так что, еще раз повторю, если есть такой глюк, и у Вас очень долго не снижается недовольство от войны, все-таки это глюк. Должно недовольство снижаться. Как минимум при заключении мира пять недовольных должно убраться. И потом каждые два хода еще по одному недовольному. Так что проверяйте. Интересный вопрос. Влияет ли на недовольство убийства, например, религиозных юнитов или невоенных юнитов, типа рабочих, поселенцев, по моим наблюдениям, как я посмотрел, не влияет. Но, возможно, я могу ошибаться. Потому что тут я вот на сто процентов не уверен. Можете мне в комментариях меня поправить. Но, по-моему, не влияет абсолютно. Не убийство священным юнитом против священного юнита. Тем более, что это должно происходить без войны вообще в принципе. А даже если война, и вы убиваете вот эти религиозные юниты, то это никак на счетчик усталости от войны не влияет. Ну, еще можно отметить, что есть некоторые великие люди, которые уменьшают усталость от войны. Вот почему-то именно флотоводец, Желаким Маркес Лизбоа на 25% меньше делает усталость от войны. Но есть такая, то есть тоже будет, когда вы его активируете, у вас будет это вот на эту формулу высчета очков усталости от войны действовать. Ну, а на этом все. То есть воюйте теперь в свое удовольствие. Надеюсь, механизм усталости от войны вам стал понятен. Еще раз, просто чтобы финально закрепить, влияет только битвы, в которых участвуют ваши юниты. Проведена битва, капнуло что-то в счетчик усталости от войны. Потеряли юнит, капнуло намного больше. Запустили атомную бомбу, тоже что-то капнуло. Все остальное, объявление самой войны, захват города, уничтожение города, это ничего не влияет. Там уничтожение города ядерной ракетой тоже не влияет, только запуск влияет. На этом все. Пользуйтесь Двагис, играйте в умные игры и разбирайтесь в шестой циве. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.